Здравствуйте, уважаемые зрители! Наши позывные Бонус и Гомовер, и мы начинаем программу от винта. Что такое? Да что-то с электричеством похоже. Не, ну невозможно работать. Сейчас узнаем, в чём дело. Мужики! Ребята! Нам надо-то минут десять! А? Ладно, давай! Спасибо! Всё-таки оставайтесь с нами в ближайшие десять минут. Первая игра нашей сегодняшней программы относится к классу авиасимуляторов и называется Air Warrior. Примерно это переводится как «Смерть на взлёте». Эта игра довольно необычна. Дело в том, что миссии, которые вы будете выполнять в индивидуальном порядке, лучше всего рассматривать как тренировку перед настоящими сражениями. Air Warrior раскрывает свои возможности только когда вы играете в сети, и в настоящее время это одна из самых интересных онлайновых игр. Понимаю, что не все знают, что такое онлайновые игры. Мы имеем в виду игру через международную сеть интернет. Представьте, что где-нибудь за границей… В Америке! Ну, хотя бы в Америке находится мощный компьютер-сервер, на котором загружена игра Air Warrior. Вы можете со своего домашнего компьютера при помощи модема подключиться к этому серверу, и опля, вы в игре. В этом случае все самолёты, которые вы видите на экране, управляются живыми людьми, которые могут проживать где угодно, хоть в Австралии, хоть в соседнем доме. Ещё интереснее получается, когда вы записываетесь в пилоты бомбардировщика Б-17. Экипаж этой машины состоит из 8 человек, и при игре через интернет все они могут быть из разных стран. Необходимо только знать английский язык, чтобы переговариваться с союзниками и с противниками. Всего в игре доступно 35 типов самолётов. Вы можете создать эскадрилью из своих друзей и единомышленников. Многие, кстати, так и поступают. Тогда в окружении надёжных ребят на спидфайерах вы можете чувствовать себя достаточно спокойно в условном небе над условной Европой. Такие эскадрильи носят звучные названия, такие как «Чёрные орлы» или «Раздолбаи», и пользуются заслуженным уважением завсегдатаев игры. Для полноценных полётов вам потребуется Pentium, 16 мегабайт оперативной памяти, CD-ROM, хороший джойстик, Windows 95, модем и тому подобное. Помните, что победа куётся на земле. Понятие «война полов» довольно распространено, но до сих пор никто не трактовал его буквально. В смысле, стенка на стенку? Ну, то есть, пол на пол. Всё это вы сможете увидеть в игре «Gender Wars». Итак, мы представляем риал-тайм-стратегию под названием «Gender Wars». Риал-тайм означает, что действие в игре развивается в реальном времени, а не то, что всё происходящее существует в реальности. И слава богу! Речь в игре идёт об одной из войн, которая длится уже не первое тысячелетие, но обычно не принимает таких крайних форм. О войне между палами. Дело в том, что в начале следующего тысячелетия женщины займут все ключевые посты во всех правительствах мира. Появится даже женский папа римский. Обеспокоенные таким положением вещей мужчины создадут партию борцов за патриархат, которая сразу же столкнётся с партией матриархата. Столкновение перейдёт в вооружённый конфликт. Итак, население Земли разбилось на два лагеря и засело в защищённых подземных городах, изредка засылая друг к другу диверсионные команды. Вам будет предложено управлять группой из четырёх бойцов того пола, которому вы отдадите предпочтение. Группа проникает на вражескую базу и начинает там бесчинствовать. Базы разительно отличаются друг от друга. Если у женщин очень чисто и ухоженно, то у мужчин везде лежат кучи мусора. В игре довольно остроумно высмеиваются стереотипные представления о пороках, присущих по мнению мужчин всем женщинам. И наоборот. Американцы очень любят свою военную технику. Они раскрашивают её красивыми красками и возят показывать в Арабские Эмираты. Жемчужиной коллекции любого армейского модельера является замечательный вертолёт Каманч, названный так в честь индейского племени, которая исчезла с лица Земли по естественным причинам. Нашу программу продолжает сюжет об игре Каманч-3. Если верить воспоминаниям авиаконструктора Сикорского, главной проблемой при создании вертолётов всегда была тряска. По-научному её называют вибрацией. Достижения науки позволили существенно снизить вибрацию, но окончательно распрощаться с ней пока не удалось. Она всё ещё где-то здесь. А вы знаете, как действует на человека тряска? Та тряска, которая причина, а не та, которая следствие. Человек становится раздражительным. Поэтому вертолётчиков побаиваются. И пехота боится их, и танки, и даже свой брат вертолётчиков. Пилоты военных вертолётов — люди отчаянные, и жизнь у них невесёлая. Особенно после изобретения компактной ракеты «Стингер». Многими прелестями жизни вертолётчика нам позволит насладиться игра «Каманч 3». Цифра 3 — это вовсе не номер вертолёта. Она показывает, что эта игра — третья в серии ей подобных. А первый «Каманч» появился очень давно, и древние протопользователи полюбили его во всю силу своих 386-х процессоров. Фирма-производитель игры оставила в неприкосновенности интерфейс и способ управления вертолётом. Однако графика поменялась кардинальным образом. Как видите, взор у играющего открываются прекрасные полигональные картины, ландшафт и вражеская техника выглядят ну прямо как в жизни. Если не верите, спросите любого вертолётчика, он подтвердит. Подтверждаю! В программе имеется несколько десятков различных миссий. Вас могут попросить атаковать вражескую силу, или наоборот, прикрывать отступление своих. «Каманч-3» вооружён следующим образом. Скорострельная пушка годится для борьбы со слабо бронированной техникой и вражескими вертолётами. «Стингеры» применяются против авиации. В нашем случае опять же вертолётом. Управляемые ракеты «Хеллфайр» используются против чего угодно. В ходе большинства миссий вас сопровождает Вингман, то есть ведомый. Вингманом управляет очень недалёкий, зато безрассудно храбрый пилот. Не старайтесь оберегать его от превратности военной судьбы, а наоборот, посылайте его в самую гущу боя. Пусть он погибнет геройской смертью, как ему этого всегда хотелось. А нам это позволит сберечь немного патронов. Ну вот и всё на сегодня. Спасибо, можете выключать. Гейм, как говорится, ова. В смысле? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!